Побывал на Самарском Неполе трудяги, который делает в этом году зерновой соевый союз ПФО. Нагрополигоне Приволжье это самый масштабный проект союза. Испытывают сорта различных культур и средства защиты растений. А в этом году на площадке идут демо-показы техники, на которую мы сейчас с вами будем и смотреть. Иван, здравствуйте, наконец-то, наконец-то. Тут ты только мемасики делаешь, а теперь интервью. Да, пора расти, знаешь, на самом деле я уже думал переформатировать свой формат, перейти на другой, более лайф-контент. И сегодня вот отличный повод встречи с тобой. Начать двигаться дальше. Кстати, поздравим Ивана. У него родились два сына, два будущей батрака. Спасибо, да. Будем стараться. Я люблю, да. Ну, как воспитаешь? Возможно, лотарь будет. Не дай бог. Не дай бог, ладно. Давай вот у тебя сколько гектаров земли? Порядка тысячи плюс-минус. Тысячи гектаров. Давай твой парк техники в целом и культуры, что ты сеешь или выращиваешь, как правильно сказать. В парк техники у меня есть тракторов ХТЗ-150, НТЗ-2022, с которым мы намучились. Также НТЗ-82.1, который. Ну и там Кировец есть, он пока в ремонте. По комбайнам у нас Вектор-410 и два Нива-Эффекта. Бедолаги, трудно вам на тысячи гектар? Ну, реально трудно. Трудно, трудно, да. Прямо реально трудно, прям дофига. Да. А по культурам? По культурам мы до этого сеяли гречиху, лен, озимая пшеница, яровая была, ячмень, овес. С этого года у нас мы просто разделили площади БНП, то есть половина пары у нас, половина, озимая у нас в прошлом году посеяли, в этом году мы будем собирать урожай. А, вы 50 на 50 работаете? 50 на 50. То есть не все тысячи гектар? Нет. А, 500 гектар паров? Да. Нифига себе, вы шикуете. В этом году так. А, наоборот, не шикуете, да? Из-за этого, из-за прошлого года убойного. Оборот какой-нибудь будете менять? Что в приоритете? Смотришь на всех, что думаешь попробовать на будущее? Честно сказать, пока даже об этом только в мечтах. В мечтах почему? С чем связано? Ну, во-первых, как это уже все можно нарезать сценовую политику у нас по культурам. По зерновым ты имеешься? По зерновым, да. У нас пока что, мы вот сейчас думаем по году следующего года, может перейдем какие-нибудь другие мастичные какие-нибудь возьмем. А по этому году мы пока реализуем, и думаем, как следующий год нам провести. По автопарку мы пока ничего. По технике пока все, да, вы приостанавливаете? Да, 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 да. Цена уже известная на будущий урожай? Спрашивал, нет? Ну вот, примерно. Сейчас по озимке ты имеешься? По озимке вот сейчас уже, она убавляется с Ростова идет. Восемь с половиной. Восемь с половиной, девять. Это третий класс, да. Это третий класс. Да, это третий. А фуражка будет, дай бог, сколько? Ну, пятак, наверное, я не знаю. Какой кошмар. Какой кошмар. Вангуем, вангуем на дачу. Ну, давай вот теперь... А, кстати, не уточнили, где хозяйство-то? В каком регионе мы находимся? В каком у тебя? Самарская область. Мы находимся на самом севере Самарской области. Это Шанталинский район. Деревня Старая Фонькина у нас. У вас влаги хватает или все-таки жара? В этом году влага, слава богу, нормально хватает. Вот недавно прошли опять провелиные дожди. Три-четыре дня вот для зимки. У нас вот колосси наполняются нормально пока что. Пока нормально. А сколько урожайность берете? Урожайность по этому году, ты имеешь в виду? Средняя. Также аналитику какую-то ведешь? Но средняя 45, 40, 40, 45. Это пшеница, да? Это пшеница, да. Ищеменем поменьше? Ищеменем, конечно, поменьше. Там 30, 35. Ага. А чаще всего что у нас? Третий, четвертый или фуражка у вас? Третий. Третий и... Ну, третий и фураж. Третий и фураж. Как постараешься, да? Да. Да. Туман. Как тебе туман? Ну, слушай, туман я тебе сказать то, что я не часто видел. Как сказать, сегодня первый раз я его вообще увидел так вблизи. Ну, я с ним не работал ни разу. А в округе никто не катается на нем? В округе у соседей есть, но я близко не подъезжал. Страшно, да, смотреть на нем? Да. Тем более ты не сегодня разучил цену. Я так думал, я думал, мой космос, моя цена это космос. А ты мне и говоришь. А в кабинке-то открыто, нет? Во, кабинка. Как тебе кабинка? Залетай. Пегас. В принципе, все под рукой. Если разобраться в этих кнопках еще. А коробка автоматская... А нет, коробка ручек что у них? Да, механика у них. Ну, прикинь, 50 на таком, да? Ребята говорят, 65 разгоняли. Механизаторы, кстати. Я видел их ролики, механизаторов. Слушай, вот по зерну, если заниматься, да, вот ты говоришь, что еще зерно. Что самое маржинальное у вас в хозяйстве культура? Наверное, из маслических это, как верить соседям, это соя. Нет, у тебя в хозяйстве самая маржинальная. Пшеница. Пшеница только, да? На сою хочешь перейти? Ну, мы пока с отцом дискутируем по поводу этого. Не знаю, как решимся. Ну, если что, у меня вторая репродукция, семена Арктика. Ну, договоримся. Хорошо, конечно. Прекочусь на газоне. По-любому. А мы будем от легки забирать. От какого-либо? Как тебе 525 моделька? Ну, симпатичная. Ты мне уже видел, катался, нет? Щупал? Вот я сегодня прошелся рядом с ним. В принципе, мощность 260 у него, да? Нет, 250. 250? Хватает, да, ему? Для своих задач, да. Если сравнивать со 150, конечно, небо и земля. Я когда начал на нем работать, я понял, что такое мощность. Что такое неуставший движок. Что такое вообще реализованность. А что за движок здесь? Китайский? Из чай? Нет, еще. 536 ямзик. А вы отсюда, да? Да. Какую стоимость он сейчас у вас тут в Поволжье? Это без всяких программ. За наличку. Ну, это вообще как бы считается по программе цена. Те ведь 743, это по программе 14-32. А сколько процентов сбавляет программа? Вообще для нас 10. Для вас? Для кого? По Волжу, так сказать. Для Черноземья. А 15, по-моему, идет для Крыма. В общем, без программы еще накидываем миллион, да? Да, да. 11. Да, да, да. Завуалировали так, что он подорожал на миллион, но никто не сказал, да? Да, да, знаете, получается. Ага, интересно. Она когда начиналась программа, там было все понятно. Ага. Когда она... А потом стало непонятно. В лизинг, только в лизинг, да? В лизинг. Программа только по лизингу работает? Да нет. Нет? И за наличку тоже? Да нет, тоже. Ну, в общем, 10 миллионов, по-моему. Что тебе надо посеять на 10 миллионов? Ну, все тысячи гектаров. Если пшеницу. Если честно, я не знаю, сколько у него гектаров было. Мы с ним разговаривали. Я вот в Краснодаре говорю, что 18 уже вроде как начинают брать четвертый класс. Я вчера разговаривал. В Шинитово? Да. В четвертый класс. В Краснодаре? Да. Ну, с краснодарскими я вчера ребятами разговаривал. Я не знаю, я не продавал и не покупал. Вот, вот что я говорю. Он такой говорит, да, сколько 18 это у меня, ага. Так, у вас что, 5 их есть? Я такой говорю, ну, реши. Просто я не понимаю вот это вот, там, посеивы, там, сколько ты центров убираешь, что ты раздаешь. А это с новой коробкой, да, которая? Да, до 50, да? Кировская коробка. Ну, до 50? До 50 что? Километров в час, которые едет? А, он так пластинец. Я не знаю, здесь до 50 или нет. У них же там стоит, они и такие, и такие пилают. У нас просто приходили по весне, один обычный, который 35 едет, а другой там 50. Ну да, только в обычном там сколько диапазонов? Там 4? 4. 4, а в полтиннике должно быть 2. Правильно же? А он что, в хозяйстве где-то работает уже, да? Или нет? 50 ездить? Или вот этот? Я тут прям с платформы сюда приехал. А что закрыт? Открытись, возможно. А шторки где взяли такие? В комплекте пошли? Сотрудничество ваше? Мы ставим. И может подшипник ваш? МТЗ стоит тоже ваш? Да. Это вы получается собрали такой ком-бренды, да? А вот это что за? А этот зелененький выделяется, вот этот страшненький. Страшненький вот этот. Кто? Это «Ж». Это «Ж». Это «Ж». Брянский тракторный завод сделал. Ну, брянский, да, это. Заключили. Конечно. Брянский это громко сказано. Тракторный завод. А что закрыли-то? Так от типа пыль сюда, да? Вот она уже насосал где-то. Китай, наверное, транспортировали. Он отсюда сам не сосет, да? Не, не, не. И сколько стоит этот «Ж»? Вообще 5,800. 5,800? Сколько лошадок? 140. Фига себе. Дороже «Ито». Дороже «ЛБРовского». Дороже «Ловола». И дороже этого «Зумлеона». А смысл тогда? Проще завозить китайский бренд, чтобы без «ЮМГ» стоило дешевле. Там комбинат открыли. Они же это. Кировцы? Они сейчас по новым правилам будут. Не, а в чем прикол-то делать локализацию, если он дороже всех ваших китайских конкурентов? Все дело в будущем. В будущем? Да. Так пока будущее наступит. Ну, вы же, что же, телевизор не смотрите, что они сейчас начнут. Я телевизор вообще не смотрю, вот что. Я только телеграм-канал, знаете как? ВПШ или что ты мне скидываешь? Там такие новости, что телевизор отдыхает. Даже Ран-ТВ отдыхает с теориями взрыва своим. Ну ладно. Ну, главное, в цене вопрос уже по китайцам. Удивляться уже нечем. Раньше, да, не привлекали как-то ценой. Залазь. Твоя будущая перспектива. Давай. Все новое на фоне всех китайских конкурентов Кировец выглядит. В мощностях от 240 до 260 это лучшее предложение. И как ни крути, кто там доказывает классическая компоновка или сочлененка? Слушай, ну вполне комфортно, да, на самом деле. Кабина такая, массивная. Сравни 150. 150. А ты же ни разу не был на нем? Я здесь вообще ни разу не сидел. А прикинь, будешь работать. Давай, убирай пшеницу эту, овеслы, гречиху эту, нахрен она нужна. Пускай холдинге занимается этим. И все. И кирейц. Коробка автомат, да? Слушай, а тут... Ну, не то, что автомат, он как диапазоны. Тут 4 диапазона-то. А, не только так, да, склопки? Шеф, а тут 4 диапазона. Старая коробка-то? Да, да. В чем вопрос? Ну, тут не 50, он не поедет. Это же старая коробка, да? Комплектация эта. Не смотрели? Это до 35, но она, нахрен, не. Но она и дешевле, но будет стоить тогда. Ну, чуть вроде. Ну, кому приятнее, да, чем китайцы? Пойдем, да. Пойдем китайцы глянем. Запомнил свои эмоции, когда ты сюда залез? Конечно, запомнил. Любая большая покупка сейчас на рынке будет производиться только благодаря эмоциям. На, кстати, подожди. Не скрывайте, не скрывайте. А что вы не сделаете никак? У вас доводчики-то партии до сих пор все бракованы. Чего ты? Плюс клещик. О, пойдем еще кучу глянем. Сейчас еще мысля есть. А, они сделали, гля, ограничители, что ли, поставили? Так я это сфотку. Это что за ограничитель? Для поворота, что ли, что ли? А у меня сейчас я тебе покажу. Чтобы не стать чего-то. У меня вот эта тяга билась об раму. Вот сюда. Выдолбил эту дырочку такую небольшую. Не знаю, как это происходит. Видишь, они, кажется, поставили сюда ограничитель. Видишь, вот эту полоску какую-то странную сделала? Ну, положу, не ты один столкнулся с этой проблемой. Ну, они это... И твои ролики они смотрят тоже. Смотрят, но... Даже не знаю. Пойдемте теперь. Вот Ванька нам расскажет эмоции, которые он получит от китайца, когда сядет. Вот примерно та же ниша. Сколько? 240 лошадей. Вот сейчас сядешь в кабину. Вот у меня Кировец 700-й. 700-й, не такой. Желтый. Да, да, старый. Давай, Вань. Открыт? Открыто, нет? Можно открыть. Какая стоимость? 12 миллионов. 12 миллионов. Дороже Кировца на 2 миллиона. За что бы ты переплатил? Вот у тебя будущая покупка. Тебе надо заменить свой тестик. Тут 240, да, ты говоришь? Да. А там 250. 250, он даже мощнее получается. А по массе не вижу. А какая масса? Не помните? 1,100? А как они так ее смогли добиться? А так и не скажешь. Ну, 11. Там 11 чуть-чуть с копейками. Мне кажется, одинаково они идут. Ну, вот кабина. Как тебе кабина? Ну, кабина мне напоминает МТЗ моя, честно сказать. Твою двадцатку? Нет. Мой, 82. А двадцатки тебя не триггерит? Триггерит тоже, да. Ну, тут, в принципе, ничего так. Дырок нет в полу, да? Нигде ничего. Ну, на первый взгляд, да. Но это надо поработать в поле, чтобы понять. Под педалью газа нет дырок? Тут и не доберешься. Вроде нет. Не видать. Но она может, понимаешь, выдавливать из-под полика. Фиг его знает. Ну, на тесте выдавливает отовсем, да? Так что тут все равно будет чуть-чистенько. Тут пока чистенько. Честно, я бы, наверное, не стал брать. Потому что, на самом деле, вот ты мне напомнил, мой МТЗ-2022. Чем? Ну, то, что он и по внешнему виду, и по составу там рычагов в кабине. Ну, тебя просто триггерит. Он все равно будет крепче, эти двадцатки же. Думаешь? Конечно. Ну, в любом случае, надо прокатиться. Надо прокатиться. В работе надо посмотреть. Да, в работе. А прокатиться можно? В работе надо посмотреть. Потому что так внешне тоже судить. И главное, ключевое. Конечно же, хотелось, наверное, обновить тебе комбайн, я думаю, да? В перспективе. Ну, хотелось. Смотрел на рынки ближайшие, какие вот ты мог бы осилить вообще? На сегодняшний день? Да. Не один. Даже ново. Даже ново. Отечественный производитель. И все это из-за чего? Потому что ты зерном занимаешься, да? По факту, если мы будем говорить. Как я уже говорил изначально, когда мы тоже в минус зашли, в этот год у меня тоже в минус. Соя у меня в минусах растет. Ну, не соя, вернее, растет, а я в минусах работаю. Зерно, как таковое, оно ничего не приносит. Оно не приносит развития. Ты можешь подержать штаны, да, на акции в пятерочках, но не развитие. Не успеваешь, зато инфляция, которая происходит. Ново. А ново тебе, да, все-таки хотелось что-нибудь помощнее бы. Конечно, там мы рассматривали до, ну вот, 4 года назад еще мы рассматривали Акрос 585, думали его приобрести. Потом ценообразование скакнуло, ценообразование, и уже все. Мы даже пока что вот чисто затаились, на своей технике все работаем. Короче, до лучших времен. Или пока культуру не поменяете. Ну что, раньше настанет. Или конец. Да, да. Ладно, Вань, давай, развитие тебе хорошего. Веди блог, веди телеграм, веди развивайся. Ссылочки твои оставлю, не знаю чьи. Ну, давай телеграма. Давайте телеграма. Давай телеграма. И свой телеграм оставлю. Обязательно подписались на Ваньку, смотрим, пишем, комментируем. Продолжаем дальше. Спасибо, всех жду.